Всем привет и добро пожаловать на девятый урок! В этом уроке мы рассмотрим следующие темы. Прежде чем приступить к материалам данного урока, давайте рассмотрим ответы на упражнения из предыдущего восьмого урока. А. Заполните пропуски правильной формой глагола. Д. Заполните пропуски выражением let's и необходимой глагольной фразой. Например, 1. Петер wants to watch a movie. He says to his brother, let's watch a movie. 2. Андреас wants to have a party. He says to Мария, let's have a party. 3. Julia wants to play tennis. She says to her friend, let's play tennis. 4. Мария wants to invite the Smiths. She says to Андреас, let's invite the Smiths. 5. Мария wants to prepare dinner. She says to Joan, let's prepare dinner. 6. Анна wants to go inside. She says to her brother, let's go inside. C. Составьте правильное предложение с правильным использованием глаголов love, like, don't like, hate. Например, Patrick loves playing tennis. 2. Patrick loves watching TV. 3. Patrick loves using the computer. 4. Patrick likes reading the newspaper. 5. Patrick likes taking photographs. 6. Patrick likes sleeping. 7. Patrick doesn't like doing exercise. 8. Patrick doesn't like listening to the radio. 9. Patrick doesn't like running. 10. Patrick hates planting flowers. 11. Patrick hates eating fast food. 12. Patrick hates cooking dinner. Главной темой данного урока будет present continuous или продолжительное настоящее время. Да, до этого мы рассматривали только настоящее время, а теперь затронем также present continuous. И прежде чем мы приступим к изучению этого времени, давайте сначала вспомним глагол I like. Итак, глагол I like, а также все похожие глаголы чувств, например, I hate, I don't like, I don't mind, I dislike и так далее, требует после себя глагола с ing на конце, герундия. Например, мне нравится читать, на английском будет звучать I like reading. I like reading. Мне не нравится смотреть телевизор, на английском будет I don't like watching TV. Давайте рассмотрим еще раз правила образования герундия в английском языке. Итак, в стандартной форме мы берем весь инфинитив и добавляем ing на конец слова. Например, cook, cooking, готовить, do exercise, doing exercise, делать упражнения. Но если у нас инфинитив оканчивается на e, тогда мы эту букву удаляем и вставляем ing. Например, dance будет dancing, dancing, танцевать. Ну и наконец, когда у нас очень короткое слово, например, shop, и в конце у нас согласное, потом гласное, короткое гласное, потом снова согласное, consonant, vowel, тогда мы удваиваем последнюю согласную. Например, shopping будет с двойной P. Фраза «Мне не нравится ходить по магазинам» будет звучать I don't like shopping. В этой таблице мы можем рассмотреть еще больше примеров. Давайте я еще раз их повторю. Итак, в первом столбце мы можем увидеть те глаголы, которые образуются при помощи добавления ing на конце. Никаких дополнительных изменений. Например, walking – гулять, playing – играть, studying – учиться, watching – смотреть. Второй столбец это те глаголы, которые оканчиваются на e. И на конце мы ее удаляем и затем добавляем ing. Например, making – делать, having – иметь, using – использовать. Последний столбец это те глаголы, которые удваивают свою конечную согласную. Например, running – бегать, getting – получать, swimming – плавать. Например, фраза «Мне не нравится плавать» будет звучать I don't like swimming. А фраза «Он любит учиться» будет звучать He loves studying. Так, теперь главный вопрос. Зачем мы это вспоминали? Мы это вспоминали именно потому, что настоящее продолжительное время строится при помощи герундия. Да. Итак, форма настоящего продолжительного времени такова. Мы используем глагол to be как вспомогательный глагол и добавляем к нему герундий. Герундий – это и есть та форма с ing, которую мы только что вспоминали. Давайте теперь подробнее рассмотрим настоящее продолжительное время. Вот схема этого времени. be plus verb ing глагол to be вместе с verb ing глагол с ing на конце или герундием. И чтобы просмотреть некоторые примеры, давайте сначала вспомним формы глагола to be. Итак, глагол to be имеет только три формы. Так, теперь, чтобы создать present continuous в настоящее продолжительное время, мы должны использовать am, is или are и герундий или глагол с ing на конце. Вот и все. Давайте рассмотрим некоторые примеры из этого упражнения, которое мы уже затракивали в предыдущем уроке. Здесь у нас только герундии, то есть глагол с ing на конце. Мы создадим разные фразы на основе этих действий. Давайте сначала рассмотрим положительную форму. Я прочитаю по отдельности каждый пример и его переведу. Постарайтесь повторять за мной. Женщина читает книгу. Мужчина смотрит телевизор. Он что-то готовит. Он играет в компьютерные игры. He is playing computer games. The girl is listening to music. Девочка слушает музыку. The girl is listening to music. She is walking in the park. Она гуляет в парке. She is walking in the park. She is walking in the park. They are going to the cinema. Они идут в кинотеатр. They are going to the cinema. The boy is doing housework. Мальчик делает уборку. The boy is doing housework. The man and the woman are dancing. Мужчина и женщина танцуют. The man and the woman are dancing. He is running in the city. Он бегает в городе. He is running in the city. I am doing exercise. Я делаю упражнения. I am doing exercise. He is buying clothes in a shop. Он покупает одежду в магазине. He is buying clothes in a shop. The boy is getting up early. Мальчик встает рано. The boy is getting up early. Отлично, мы вспомнили положительную форму. Давайте теперь вспомним отрицательную форму. Итак, чтобы в этом времени создать отрицательную форму, мы должны поставить глагол to be в отрицательную форму. Вспомним, как это делается. Например, I am отрицательная форма будет I am not. Он есть, he is, отрицательная форма будет he is not. Они есть, they are, отрицательная форма будет they are not. То есть отрицание здесь делается очень просто. Мы просто берем форму глагола to be am, is, are и после нее ставим not. Это будет отрицание. Не забывайте добавлять герунди после этого для создания Present Continuous. Давайте рассмотрим несколько примеров. Повторяйте за мной. Женщина читает книгу, она не смотрит телевизор. Мужчина смотрит телевизор, он не играет в компьютерные игры. Он что-то готовит, он не делает уборку. Они идут в кино, они не танцуют. Я делаю упражнения, я не читаю книгу. Ну и наконец давайте рассмотрим вопросительную форму. Чтобы создать вопрос в Present Continuous мы должны поставить глагол to be в вопросительную форму. Как это делается? Итак, для вопроса и глагола to be мы должны просто поменять местами глагол to be и местоимение или подлежащее. Например, вместо того, чтобы сказать I am I am a student вопрос будет Am I a student? Я студент. Или вместо того, чтобы сказать He is French Он француз. Вопрос будет звучать Is he French? Он француз. Are they happy? Они счастливы. Are we there? Мы там. И так далее. Не забывайте, для вопроса мы меняем местами подлежащее и глагол. Вначале мы ставим глагол, а затем подлежащее. Давайте рассмотрим примеры. Повторяйте за мной. Is he playing computer games? Он играет в компьютерные игры. Is he playing computer games? Is the girl listening to music? Девочка слушает музыку. Is the girl listening to music? Are the man and the woman dancing? Мужчина и женщина танцуют. Are the man and the woman dancing? Is he running in the city? Он бегает в городе? Is he running in the city? Is he buying clothes in a shop? Он покупает одежду в магазине? Is he buying clothes in a shop? Отлично, теперь давайте рассмотрим, когда же мы используем present continuous или настоящее длительное время. У этого времени, как и у всех остальных, есть свои маркеры markers. Это те слова, которые указывают нам на то, что мы должны использовать именно это время. continuous. Итак, давайте рассмотрим маркеры для этого времени. continuous. Если в предложении стоит какой-либо из этих слов, это значит, что мы должны использовать present continuous. Это правило. Обратите внимание, что черным указаны те слова, которые обозначают сегодня и сейчас. Время сейчас. А синим обозначены те слова, которые обозначают будущее. То есть present continuous используется не только, чтобы сказать, что вы делаете сейчас, но что вы будете делать, допустим, завтра или на следующей неделе. Да-да, present continuous используется для будущего. Теперь давайте рассмотрим некоторые примеры present continuous с этими временными маркерами. Повторяйте за мной. Сейчас я танцую. В данный момент он читает книгу. Прямо сейчас я готовлю. Завтра я не работаю. На следующей неделе они путешествуют в Испанию. Давайте теперь рассмотрим, в чем же разница между present simple и present continuous. У каждого из этих времен есть свои временные маркеры. Мы должны их выучить и не путать. Давайте их рассмотрим. Present simple используется для описания рутины, регулярных действий. То есть, если вы составляете фразу в present simple, это значит, что это действие регулярно. Каждый день, каждый понедельник, каждую неделю или каждый месяц. Но оно регулярное. Мы используем present continuous для действий прямо сейчас, а также для будущего и для описания, например, фотографий или картин. Итак, действие сейчас, будущее, а также описание. Present continuous. The woman is reading a book now. Женщина читает книгу сейчас. I usually read books. Я обычно читаю книги. Right now, the man is watching TV. Прямо сейчас мужчина смотрит телевизор. He watches TV every evening. Он смотрит телевизор каждый вечер. He is cooking something at the moment. Он готовит что-то в данный момент. She cooks every day. Она готовит каждый день. He is playing computer games now. Сейчас он играет в компьютерные игры. I never play computer games. Я никогда не играю в компьютерные игры. Look, the girl is listening to music. Смотри, девочка слушает музыку. We listen to music every morning. Мы слушаем музыку каждое утро. Для практики present continuous я отвечу на эти вопросы. Советую вам также ответить на эти вопросы. можете написать ответы ниже под видео. Я их проверю и отвечу. What are you doing now? Right now I'm making a video. I'm making a lesson of the English language. Are you wearing a watch today? No, I'm not. Do you usually wear a watch? No, I don't usually wear watches. I don't like them. What kind of books do you usually read? I love reading and I read a lot of different books. I like classical books, detective stories, scientific books and so on. What are you reading at the moment? At the moment I'm reading a scientific book about physics. Для практики чтения и перевода давайте прочитаем один имейл и переведем его. Повторяйте за мной. Hi, Ben. Привет, Ben. How are you? Как дела? I'm on holiday in Spain with my family. Я в Испании на каникулах вместе со своей семьей. We are staying in Malgrat de Mar. Мы остановились в Malgrat de Mar. It's a nice town at the seaside. Это приятный городок на побережье моря. We are living in a great hotel. Мы живем в отличном отеле. I love the food. Мне очень нравится еда. Я ем очень вкусные морепродукты каждый день. Сегодня фруктовый день и я ем дыню, бананы и апельсины. Очень вкусно. Тебе нравятся дыни, Ben? По утрам мы всегда идем на пляж. Мне очень нравится загорать и плавать в воде. We are on the beach now. Мы сейчас на пляже. My parents are swimming. My baby brother is building a sand castle. Мои родители плавают. Мой младший брат строит замок из песка. I'm not swimming at the moment because I'm writing to you. Я сейчас не плаваю, потому что я пишу тебе. And what are you doing? А что делаешь ты? There are many shops in Malgrat-de-Mar. В Malgrat-de-Mar очень много магазинов. My mom goes shopping all the time. My mama постоянно идет за покупками. My dad and my brother don't like shopping, but I don't mind. Моему папе и моему брату не нравится идти за покупками, а я не против. I often help mom with bags and souvenirs. Я часто помогаю маме с пакетами и сувенирами. Guess what? Угадай, что? Today, in the afternoon, we are going to a water park. Сегодня после обеда мы идем в аквапарк. I'm so happy. Я так счастлива. My dad is very excited. Мой папа очень рад. He loves water slides. Ему очень нравятся водные горки. Where are you? Где ты? Are you having fun? Ты хорошо проводишь время? Write soon. Напиши скоро. Jazz. И напоследок сделаем следующее упражнение. В этом тексте надо выбрать правильный вариант. Present simple или present continuous. Я дам вам правильный ответ, но для начала постарайтесь делать это упражнение самостоятельно. Прямо сейчас я сижу на пляже и пишу тебе на своем ноутбуке. My father and brother are swimming in the sea. Мой папа и мой брат плавают в море. Мама и я играем волейбол на пляже. But we can't ride bikes or play football. Но мы не можем кататься на велосипеде или играть в футбол. The sun shines every day. Солнце светит каждый день. We usually have fruit and yogurt for breakfast. На завтрак у нас обычно фрукты и йогурт. In the afternoon I sometimes go shopping with my mom. После обеда я иногда иду по магазинам вместе со своей мамой. Мы не ужинаем в отеле, но мы обычно идем в ресторан, чтобы поесть. Здесь красиво и мы замечательно проводим время. Новые слова. В этом уроке было не очень много новых слов, потому что этот урок был в основном грамматический. Советую вам просмотреть все эти новые слова и постараться их выучить. И, наконец, упражнения для самопроверки. Не забывайте, что все эти упражнения, а также новые слова вы можете найти по ссылке к описанию в этом видео и скачать в формате PDF или DOC. Вот и вся информация, которую я хотела вам дать в этом уроке. А мы с вами встретимся очень скоро на следующем уроке и мы затронем уже тему прошедшего времени. Бай-бай!